ИТ-технологии уже давно стали частью обыденной жизни. И многие услуги мы сейчас получаем онлайн. Еще одно подтверждение тому программы «Цифровой Казахстан», которая была создана. Мы много, конечно, говорим о повышении качества жизни казахстанцев путем внедрения новых информационных технологий. А вот как обстоит дело на самом деле, как развивается интернет именно на государственном, мы поговорим сегодня в нашей программе «Модернизация Казахстана», созданной при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте. В рамках реализации послания народу «Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность». Нурсултан Абешевич поручил правительству ускорить технологическую модернизацию экономики, в частности, принять отдельную программу «Цифровой Казахстан». Он предусматривает четыре основных направления работы, таких как улучшение человеческого капитала, цифровизация отраслей экономики, совершенствование системы предоставления госуслуг. Обо всем этом говорилось на большом мероприятии по цифровизации республики. Во время этого этот президент посетил специальную выставку, где ему были показаны более 30 IT-проектов по самым различным направлениям. В совещании приняли участие руководители госорганов, национальных компаний, депутаты, представители крупных зарубежных предприятий и организаций. Президент отметил важность активного внедрения цифровых технологий для развития экономики республики. Мы все понимаем, что дальнейшее устойчивое развитие экономики невозможно без активного внедрения цифровых технологий. Мы давно задержались в составе Советского Союза, надо признаться, задержались, когда на Западе произошел рывок, особенно в интернете информационных технологий. Это были разные причины, не будем говорить то, что было, поблагодарим это прошлое и забудем. И мешали нам, и всегда санкции были, и нас не пускали туда, и мы не пускали их. Мы прожили через это время с отставаниями, подошли вот сейчас к независимости, к общению, чему мы рады очень. Президент подчеркнул, что цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и республики в целом, а также улучшения качества жизни населения. Нурсултан Назарбаев остановился на отдельных направлениях цифровизации, которые требуют особого внимания со стороны уполномоченных органов и предприятий. Кроме этого, он отметил необходимость изучения глобальных вызовов и технологических трендов будущего. Все, о чем мы говорим, это является важными задачами в рамках третьей модернизации. Необходимо создать специальную комиссию в Евразийском экономическом союзе для решения совместных проблем. Поручаю создать комиссию при президенте для доработки этой программы, подытожил президент. Цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий, страны в целом, а также качества жизни населения. Стартовая площадка неплохая. А технологии цифровизации, конечно, тоже на нуле сегодня. Все казахстанцы, от школьника, который сидит до парты, до пенсионера, снова надо сесть за книги, надо изучать вот это, чему нас никогда не учили. И так? Не учили. Ну, мое поколение вообще понятия не имело. И теперешнее поколение среднее тоже. Еще она отметила, что цифровизация – это не цель, а средство для получения резкого роста в производительности и капитализации Казахстана. Чтобы была наша независимость крепкая, долгая, чтобы мы осуществили чаяние, надежды, мечту наших предков в этой огромной земле, великой степи, мы должны это сделать. Все, о чем мы сегодня говорили, является важными вопросами третьей модернизации, о чем я поставил задачу. А вот премьер-министр подчеркнул, что амбициозные цели цифровой трансформации Казахстана требуют вовлечения всего общества. Причем все это будет только на пользу населению, подчеркнул Сагентаев. Роботизация интернет, вещи лягут в основу модернизации предприятий промышленности. Все это повысит спрос на услуги сервисных IT-компаний. Акцент на отраслях при запуске программы цифровой трансформации позволит быстро сформировать не только отраслевой, но и пространственный каркас цифровой экономики. Разумеется, реализацией такой масштабной программы нужно заниматься основательно и со всей серьезностью. А вот как обстоят дела на данный момент у казахоязычного интернета и какие проблемы возникают чисто технически на просторах всемирной паутины, мы решили узнать у тех, кто непосредственно этим занимается. IT-специалисты, разработчики сайтов и общественность. Например, эта компания небольшая, но она занимается разработкой и продвижением сайтов. Это самые различные проекты от простых до сложных. На рынке веб-разработки она уже 13 лет. Срок солидный и рассказать им есть о чем. Работа компании построена успешно и о таких программах, как цифровой Казахстан, они, конечно, знают не понаслышке. Напрямую сталкиваются с этим каждый день и могут рассказать, насколько физически и технически все-таки сложно построить такой цифровой Казахстан, о котором говорил президент. Об этом более подробно мы говорили в нашей студии с Андреем Николаевичем. Андрей Николаевич, вот как на данный момент развивается казахстанский сегмент интернета? За последние пять лет наблюдается активный подъем, рост интернета. Если раньше в каждом доме, в каждой квартире не было такого, чтобы был интернет у кого-то, то сейчас это уже даже в телефоне имеется. Поэтому это способствует росту интернета, росту сайтов и так далее, и количеству сайтов, потому что государство сделало, мне кажется, все для того, чтобы были все возможности и все предпосылки для того, чтобы мы выходили в мир. Потому что интернет сейчас – это неотъемлемая часть нашего быта, жизни. Даже вплоть до того, чтобы сходить купить в магазин что-то, нужен интернет, чтобы выявить те выгодные моменты, цены, где продают лучшее качество, где лучшие цены и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, это, конечно, рост ощутимый. Ну, правильно сказали про государство, потому что оно уже сейчас, мне кажется, намного серьезнее относится к тому, чтобы использовать интернет именно для развития разных сфер, экономики в том числе. И даже была создана такая программа, как «Цифровой Казахстан». Как Вы относитесь к этой программе и насколько она поможет перевести, скажем так, экономику, финансы и другие отрасли на такие вот цифровые рельсы? Программа «Цифровой Казахстан», мне кажется, сейчас она реализуется достаточно успешно. Если смотреть на такие ресурсы, как ЕГОВ, это электронное правительство, как те же самые сайты налоговых органов, САЛЫК КИЗ, такие же, как нотариальные конторы, сейчас все в электронный вид переведены. Ну, то есть сейчас практически все услуги можно получить через интернет, не выходя из дома. Это достаточно хорошие и положительные моменты, я считаю. И на сегодняшний день даже оплаты тех же самых налогов можно осуществить все через интернет. Оплата штрафов, получение каких-то справок, каких-то подач, каких-то заявлений. Это на самом деле очень положительная динамика и позитивное, мне кажется, отношение у каждого человека будет. Конечно, не все люди могут этим пользоваться. То есть они прибегают, конечно, к тем же ЦОНам, которые открывают в каждом уголке города. Вот, конечно, вот те же самые ЦОНы, они в электронном виде через эти же порталы осуществляют выдачу всех этих документов, что существенно увеличивает скорость получения тех или иных услуг. Все это благодаря, конечно, вот этой программе государственной, цифровой Казахстан. Действительно, цифровой Казахстан, если буквально воспринимать, он уже работает, как вы сказали, ЕГОФ, различные сайты госорганов, на которых мы можем получать государственные услуги. И сейчас он вовлекается в более новую четкую форму по тем задачам ставиться, как говорил президент, чтобы экономика, финансы тоже, чтобы улучшить качество жизни населения. Конечно, и контроль возрастает. И развитием интернета в отдаленных селах. Возникает интересный вопрос. Кто будет заниматься воплощением всего этого в жизнь? Как многие специалисты говорят, не знаю, насколько верно, что есть нехватка IT-специалистов, квалифицированных именно. Вы согласны с этим? Соглашусь с этим и всеми руками за то, что, конечно, нам нужны люди квалифицированные, которые могут реализовать поставленные задачи. Потому что сейчас как и правительством, так и приказами были установлены для государственных органов, чтобы у каждого государственного учреждения был свой персональный сайт. И, соответственно, для реализации всех этих потребностей требуются ресурсы. Эти ресурсы обычно сконцентрированы в таких компаниях, как мы. Или же в других таких же наших коллег. Но если брать глобальные проекты, которые ставятся министерствами и так далее, такие же, как цифровой Казахстан, такие проекты реализуются тоже обычно государственными какими-то компаниями, в которым сконцентрированы все эти рабочие силы. Нам, до нас, такие проекты не доходят. Это обычно решается только наверху. То есть между теми организациями, которые уже находятся при министерствах. Вот. А то, что на тендерах, то, что участие в тендерах, то, что мы можем сделать, соответственно, мы эти кадры выращиваем сами. Из учебных заведений, порой даже не по специальности люди приходят к нам. Мы всех специалистов на собственном опыте, своими силами учим и настраиваем на работу, дальнейшую работу в этой же сфере, в нашей. Ну вот у нас как раз есть хорошая возможность сегодня поговорить с одним из ваших сотрудников. И действительно, на деле вы знаете, как проходит подготовка молодых специалистов, насколько они все-таки работают, как они прижились в новом интернет-пространстве, как сейчас модно говорить. Но у вашей компании все-таки солидный стаж, 13 лет, и уже 14-й год пошел фактически. Совершенно верно. И по вашим вот наблюдениям, да, вот какой-то анализ вы делали, как за эти годы, вот с начала независимости, в последние 10 лет, допустим, развивался интернет в Казахстане? И насколько успешно? Что вы можете отметить вот для себя? Развитие интернета достаточно резко было замечено, потому что в то время, когда я учился, а в компании я работаю около 9 лет, когда я был студентом, интернета как такового скоростного не было. Были простые модемы, которые подключаются к обычной цифровой линии, до лап-соединения, и там особо в интернет не выйдешь, просто посидеть, страницы полистать и ничему не научиться, как называется. Вот, но когда появились у нас уже ADSL модемы, когда уже появились высокоскоростные интернеты, это позволило значительно увеличить. И, во-первых, увеличить возможность знания получить дополнительные, увеличить поток информации, который поступал из интернета, просмотреть какие-то ролики, фильмы. Ну, то есть динамика очень резкая была на самом деле. То есть буквально на протяжении 6 лет, наверное, интернет очень резко возрос от где-то примерно 1 мегабита до сейчас уже 30-60 мегабит в секунду. То есть технически очень развито стало? Очень развито, да, стало. Хотя, по сути, по нашим меркам это считается очень развито, но в зарубежных странах сейчас это уже не показатель. Вот ваша компания занимается разработкой, продвижением сайтов, да? Вот если немного понаблюдать, вот сделать небольшой тоже анализ еще один, насколько у вас требованы сайты именно на государственном языке? Потому что мы говорим сегодня о применении, развитии и внедрении казахского языка в интернете. Можно сказать о том, что у нас сайты делятся на два сектора. Это частный и государственный сектор. Зачастую частные компании, это ТОшки, ИПшки, они заказывают веб-сайты только на одном, ну максимум двух языках, то есть в зависимости от сферы деятельности. Если компания работает с частным сегментом, а также с компаниями иностранцами, например, то там заказываются русский и английский язык. Если же частная компания работает только с потребителем, с частным населением, то язык используется только русский. Что касается государственных учреждений, то у них есть требования, то есть обязательно использование казахского языка. Поэтому, когда мы разрабатываем веб-сайты, мы по умолчанию сразу предоставляем веб-сайт с государственным языком, то есть это с русским и казахским. Сейчас еще начали вводить английский язык, потому что это тоже стало требованием, так как компания у нас развивается, растет, мы постоянно внедряем новые технологии и, соответственно, изучаем законы, читаем их. Порой не каждое государственное учреждение обращает внимание на такие моменты, как языки, языковая версия. Обычно государственные учреждения, они принимают то, что им предоставляет непосредственно веб-студия. Но так как наша веб-студия является уже достаточно профессиональной, то мы уже по умолчанию предоставляем три языка. Естественно, переводы присылают нам сами учреждения. С нашей стороны оказывается именно функциональное сопровождение данных веб-сайтов. Но ведь есть законодательство тоже, которое требует, чтобы было по крайней мере на двух языках – в государственном казахском, на русском как языке межнационального общения, ну и при желании на английском языке тоже. А скоро, как говорил президент, мы полностью перейдем на применение трехязычия, да? Получается, что частные компании, они нарушают закон, не применяя государственные, которые являются обязательным требованием почему-то именно для госорганизаций, которые беспрекословно подчиняются законам нашим, в том числе и Конституции. А частные компании, как бы, получаются необязательны. Как вы считаете? Ну, здесь на самом деле связано все с тем, что у частных компаний все это упирается в дополнительные расходы. Если же делать сайт на нескольких языках, а информации порой бывает очень много, соответственно, применяются услуги переводчиков. Не у каждой компании есть возможность держать в своем штате переводчика, который может квалифицированно и четко перевести тот или иной материал. Поэтому, соответственно, здесь просто обходится именно малым, то есть тем, что имеем, как говорится. И то, на чем присылают информацию, на том, по сути, и разрабатывается веб-сайт. Каких-то определенных требований со стороны законодательства нет. И здесь, я думаю, что нет нарушения со стороны компаний каких-то, которые не могут себе позволить просто дополнительные расходы. Я думаю, если это будет в обязательном порядке принуждаться, то государством, скорее всего, нужно какие-то льготы, дополнительные субсидии или хотя бы переводчика предоставить для реализации тех или иных требований. Как это делается для выполнения каких-либо поставленных задач в плане модернизации, хоть налогового кодекса взять, хоть других каких-то требований, которые ставятся правительству. То есть, если есть требования, то должна быть и посильная помощь, да? Должна быть и поддержка обязательно. Ну, разумеется, как вы говорите, не у всех есть средства, да? Кто-то экономит, вынуждены, конечно, на этом. Но речь идет как раз-таки об уважении к языку. Хотя, конечно же, может, финансово-материально это не совсем они потянут. В том числе и грамотное заполнение, о котором мы тоже будем говорить, сайтов. Грамотный перевод, качественное исполнение. Скоро казахский язык перейдет, кстати, на латиницу. Да, уже ввели закон. Как вы относитесь именно к этому шагу, как перевод казахского языка на латинский алфавит? Это облегчит задачу программистов, технических специалистов? Либо нет? По сути, мы еще пока что не столкнулись с этим. И очень мало информации об этом пока было. И поэтому здесь сложно сказать, насколько это затруднит или усложнит нам задачу. Поэтому, если будут какие-то необходимые требования, то, соответственно, мы готовы так же модернизироваться, так же расти и адаптироваться под те условия, которые нам выдвинут в плане ввода тех или иных требований или правил. Поэтому, соответственно, я не думаю, что будет что-то страшное для того, чтобы выучить какие-то новые методы, какие-то новые правила. Работать будем так же, как и сейчас. Вот к слову о методах, да, вот идет полемик о том, не то, как будет писаться именно на государственном языке латиницы, да, письма, таблички, указатели новые, названия. Ну и применение его в интернете. Я имею в виду, например, технические клавиатуру, да, специфические казахские буквы. Все будет меняться, в том числе и клавиатура просто, раскладка на компьютере. Вот это все нужно совершенствовать, переначать. Здесь будет... Технические вот эти. В техническом плане абсолютно ничего не поменяется, и клавиатуры новые точно не будут выпускаться. Все делается по международным стандартам, и при переводе какой-то специфической буквы на кириллицу или другие символы, просто это заменяется как англоязычными буквами. И здесь просто нужно выучить новый алфавит и выучить правильное написание тех звучащих букв, которые должны быть переведены все-таки так. Большинство звуков остается прежним, а так как мы как раз уже учились на тех алфавитах, которые сейчас уже действуют, то есть те же самые англоязычные буквы, то есть большинство людей уже их знает. И, соответственно, я не думаю, что будет сложно перейти от старых написаний к новым. Поэтому проблем не будет, мне кажется. Ну, это был вопрос, адресованный вам со стороны молодых пользователей, молодых телезрителей, которые спрашивали, как будет применяться потом, например, в ноутбуке, в мобильных, в планшетах, вот это все. Будет ли какая-то необходимость менять технику, свою аппаратуру? Необходимости не будет. Для этого, по сути, придумали все это, чтобы с минимальными затратами, с минимальными потерями. Нужно будет только перестроить мозг. А как вы считаете, что нужно, чтобы добиться действительно эффективной, более высокой уровня работы в IT-секторе Казахстана? Например, эффективные новые инструменты какие-то применять, чтобы было более успешное развитие, как президент и ставил перед нами задачу как раз. Ну, на мой взгляд, в первую очередь нужна хорошая база. База вся строится на учебных заведениях. Конечно, сейчас большинство молодежи старается изучать новые моменты из учебников, из каких-то видеоуроков и так далее. Но все-таки все начинается с интереса к этому. А интерес просыпается именно из школьной скамьи или же учебного заведения, то есть института или колледжа, куда поступают после школы. И мне кажется, на мой взгляд, что тут надо больше поработать над практической частью учебных заведений, так как большинство учебных заведений используют именно методические пособия различные. То есть все под диктовку, под писанину, но, соответственно, практики никакой. Здесь надо больше практики, практических занятий, чтобы обеспечить хорошую базовую структуру. Только это поможет качественно увеличить интерес и потенциал, и развитие каких-то направлений. Вот в сфере IT именно не хватает практики, практических понятий. Вот как готовят молодых специалистов, насколько они образованы, как они готовятся к IT-жизни в будущем. Мы поговорим с одним из ваших сотрудников, от которого все и узнаем. Конечно, пожалуйста. Молодежь, о которой говорил коммерческий директор компании, действительно самая креативная. Наш президент, наш премьер и все наши общественники тоже отмечают то, что молодежь сейчас не просто продвинутая, но и занимает на рынке особое место. Ведь в их руках будущее Казахстана. IT-технологии тоже близки молодежи. А вот какие требования предъявляются молодым специалистам, и с чем им приходится сталкиваться на трудовом рынке и на цифровом, рассказала нам Маргарита, сотрудница этой компании. До этого мы говорили о том с вашими руководителями, что нужны квалифицированные IT-специалисты и кадры. Расскажите о себе немного. Как вы перешли из одной профессии в другую, и почему именно IT-технология? Ну, значит, изначально я училась в ВУЗе, училась на психолога непосредственно. Никогда не думала то, что буду в сфере IT работать. Ну, когда-то, скажем так, волею случая судьбы пришла на собеседование на менеджера, менеджера по продажам. Вот, и собеседование прошло успешно. И вот, как говорится, начала свой путь. Путь менеджера по продажам, потом я стала старше менеджера по продажам. Далее я уже сейчас занимаю должность руководителя отдела продаж. Как бы в этой сфере мне интересно действительно, нравится. То есть я постоянно что-то новое узнаю, то есть какой-то опыт для себя набираю. Ну, действительно, жизни и компьютерные науки в том числе не стоят на месте, да? И чем больше развивается интернет-пространство, цифровой Казахстан, тем выше требования к специалистам. Насколько вы считаете, что эффективно либо учиться в ВУЗе, как вот стандартно, да? Какие-то курсы, специальности этой именно IT-технологии, компьютерным наукам? Либо все это наживное, можно приобрести со временем все навыки? Я считаю то, что как бы если человек учится, это одно. Но и в любом случае можно все это приобрести. То есть в любом случае при желании. То есть если человек захочет, он все это приобретет. Посредством опыта, знания, то есть желания, целеустремленности, упорства, труд. Вот, это самое основное. Вы не первый год работаете в компании. Как ведется отбор сотрудников? На что вы обращаете внимание? Либо на его технические навыки, либо на человеческие качества. Что в первую очередь ценится именно в IT-сотрудниках, специалистов ваших? Ну, в первую очередь, как бы смотрю в любом случае на человека, то есть на образование. Ну и непосредственно на то, что если интерес, то есть если как такового интереса не наблюдается, ну и я не вижу, допустим, искры в глазах, вот, то есть если этого нету, то, ну, как практика показывает, то есть те люди недолго работают. Ну и потом в любом случае мы смотрим, как человек проявляет себя, то есть в течение, допустим, недели даже. То есть может человек себя проявить и в течение месяца, то есть, ну, вот как-то в течение месяца, скажем так, даже по большей части. Вот, а потом там уже видно будет. То есть, как Андрей Николаевич говорил выше, то, что можно самим вырастить и воспитать кадры собственные. Конечно. У них должны быть какие-то технические навыки изначально. Вы имеете в виду, если... С приходом, да, в любую компанию, что он должен что-то уже уметь. Работать на компьютере, осваивать такие программы, допустим, как питон, языки программирования. Должен он что-то уметь. То есть, если технический специалист, то, конечно, в любом случае, да, то есть какие-то знания, ну, хотя бы элементарно, то есть работы на компьютере он должен знать. Вот, а если что касается менеджера по продажам, то непосредственно мы сами как бы обучаем, занимаемся ими. То есть здесь непосредственно от человека, конечно же, требуется, чтобы у него была цель, стремление. То есть все от этого зависит, по большей части. Ну, говорят, что люди вашей профессии, они узкоспециализированы вот настолько, что работают с компьютером, работают уединенно. Но поле языча, оно все-таки необходимо в этом деле тоже? Знать разные языки, что иметь возможность общаться по скайпу с партнерами, с коллегами из других стран. Нужно ли знать много языков? Хотя бы два-три. Два-три, да. Ну, как бы в нашей стране это трехязычие, поэтому в любом случае, ну, конечно же, желательно знать все три языка. И английский тоже. Да, русский, казахский, английский. У вас сотрудники владеют? В основном все, да. Заинтересуется молодежь, которая нас смотрит. Многих привлекает специальность все-таки вот эта IT-программист, вот эта сама сфера компьютерных наук. Что нужно сделать, чтобы быть хорошим IT-специалистом? Ну, хотя бы, чтобы работать в определенной IT-компании, например, как вашей. Что необходимо для этого, какие-то навыки, знания базовые нужны? Ну, навыки, знания базовые, да, как бы, они в любом случае нужны. То есть это, можно сказать, это, ну, должно идти все от школы, школы там, университет, у кого-то колледж. То есть включайте знания. Плюс я опять-таки повторюсь то, что у человека должна быть цель в жизни. То есть чтобы он строил карьеру, то есть как-то самореализовывался в конце концов. То есть, ну, так. А когда он, допустим, к нам уже придет в коллектив, то, естественно, мы своими силами поможем человеку обязательно реализоваться как личность. То есть были такие примеры, которые приходили, говоря, как говорится, желанием стать программистом, допустим. У них не только горели глаза, но было большое желание, стремление, да, и со временем он вырос действительно в классного специалиста. Есть у вас такие примеры? Есть, есть. Вот непосредственно руководитель технического отдела есть, да, то есть это девушка у нас получается. Хотя вот технический отдел, как бы, да, она хочет дальше, то есть двигаться по карьерной лестнице. И вообще хочу выразить вот огромное спасибо то, что нашему коммерческому директору, да, вот Андрею Николаевичу. То есть он во многом, ну, вот, помог мне, опыт, как бы, тоже я провела. Шефство взял на себе. Да, да, да. То есть изначально, как бы, и сейчас, то есть многие моменты, как бы, тоже вместе с ним разбираем. Нашему генеральному директору тоже, Михаилу Михайловичу. То есть они были вашими наставниками, да? Наставниками, да, то есть и сейчас в какой-то степени тоже являются. То есть мы смотрим на них, и, естественно, нам хочется также идти вверх, только вверх, подниматься выше и выше. Есть потенциал, есть стремление. Вы сказали, что вот на вашем примере, например, вы со временем, да, еще больше освоились, больше втянулись в эту сферу, да? Да. А что бы сейчас вы изменили? С каким, может, дополненным каким-то багажом пришли уже в эту компанию? Вернись вы назад. Что бы вы еще, какие себе бы требования предъявили? Где-то решительности, ответственности, не только за себя, но, допустим, за тех менеджеров, допустим, вот за кого я отвечаю непосредственно. Впереди еще предстоит большая работа по внедрению цифрового Казахстана. Технологии жизни стоят на месте, но при этом важно не забывать в первую очередь, что каким бы ни был развит интернет и все технологии, в первую очередь нужно проявлять уважение и заботу к родному языку. Конечно, было много за и против, но не нужно ждать, когда интернет на казахском расширится до нужного вам уровня. В конце концов, заполнение сайтов зависит в первую очередь от нас, от наших запросов, от нашего поиска и от нашего интереса именно к государственному языку. Об этом, обо всем и говорили сегодня в программе «Модернизация Казахстана», созданной при поддержке областного управления по развитию языков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok